Девушки отдыхают Всем привет, дамы и господа, с вами как всегда ночной житель. Доброй ночи, можно так сказать. Я не знаю, у тебя может быть сейчас будет утро, обед, вечер, у меня всегда ночь. Я предпочитаю играть по ночам, а отсыпаться днем. Итак, мы с тобой продолжаем проходить кампанию Век Мифологии, улучшенный Век Мифологии с добавлением Титанс, что дает нам дополнительных богов. А у нас уже в кампании вторая миссия. В первой миссии мы с вами защищали Атлантиду от набегов пиратов, но так получилось по странному стечению обстоятельств, что пиратов-то мы отбили, но те, уходя от нас и уходя от погони, сперли Трезюбец Посейдона. И один из главных героев это Аркант. Будущий сильным мужчином, храбрым воином, пообещал вернуть Трезюбец и бросился в погоню, взяв с собой некоторое количество воинов. Значит, мы высадились на острове, где скрываются пираты, нам дали главную базу, несколько крестьян, благодаря которым у нас теперь есть возможность отстраиваться. И нам нужно набрать немножко селенок, поднакопить воинов и отправиться в берлогу к пиратам, чтобы забрать Трезюбец Посейдона, чтобы умаслить, как его сказал Аркант, и чтобы древние боги не догневались на нас. Были мы всегда в почете, жили долго и счастливо. Так вот, давайте, наверное, создадим храм. У греков это одно из ресурсов, чтобы создавать воинов и мифических существ, нам нужна молитва. Сейчас она у нас пока на нуле. Так, все, храм создали и тут же двое бросились молиться. Есть храм, надо, значит, молиться. Так, ладно, одного заберем, у нас не хватает ресурса на воинов. Начнем строить домики. Домики, наверное, мы будем строить вот где-то вот здесь вот, потому что на нас будут по-любому нападать вот отсюда. Мне так вот кажется. Создадим сразу много домиков. Так, все, у нас огромное количество домиков. Войны у нас начали создаваться. Плюс у нас появляется возможность улучшить главное здание до второго уровня. Это замечательно. Сейчас, значит, наша какая задача? Распределить правильно вновь вышедших рабочих из главного здания. Получается, мы создаем себе рабочих. И как можно быстрее сделать так, чтобы они у нас начали собирать ресурсы. Нам очень нужна древесина, у нас всего 100. Молитва 6. Ну, в принципе, молитва пока нам не нужна. Пока мы доберемся до мифических существ, они что-нибудь там себе намолят. О, уже 7. А что случилось? Почему молитва пропадает? Или было 6, стало 7. Так, 8. Наверное, да, она увеличивается, но очень медленно. Так, возьмем поросят. Поросята, так как находится рядом с нашей базой, мы можем ними управлять. И отправим где-то здесь, я думаю, будет база противника. Напротив нас, на другой конце карты. Отправим туда. Так, этих на еду, этих на древесину. Нам нужна древесина. Получается, так, все, рабочие закончились, что ли? Да, рабочие закончились. Один медленно здесь работает. Есть возможность еще создать тисея. Это еще один герой. Давайте возьмем. Это крепкий воин, он нам нужен. Попробую я, значит, эту миссию пройти за один раз. Не знаю, получится, нет. Компанию я еще не проходил. Но есть такое желание, чтобы сильно не растягивать. Но, ребят, не обещаю. Я не знаю, что меня ждет. Может быть, там какой-нибудь Титан за поворотом нас ожидает. Которому стоит топнуть один раз. И моя маленькая армия просто разлетится в тартарары. И все, хана. Конец миссии, перезалив видео. Плохое настроение у меня. И вы останетесь без видео. Мы как-то так. Будем надеяться на лучшее. Так, домиков мы насоздавали. А свинюшку у нас кто-то здесь завалил. Кто-то убил наших свиней подлым образом. Так, что у нас есть? У нас появились сверху способности. Первая способность это ставить камешек. Выбираем место. Ставим. Ну, просто попробую. Ставим камешек. И вот эти вот сейчас все зверюшки, которые пока нейтральные. Видите, над ними коричневая полоска жизни. А над моими свинюшками была синяя. Так, молодец, построил. Молодец. Теперь на пристань. Я собираюсь добывать еду с помощью вот этих вот рыбок. Можно добывать пищу с помощью корабликов. Вот эти вот кусты, они кончатся. Скоро вот тут восемь осталось. Сто. Сто. Они не бесконечные. Но вот косяки рыб, они бесконечные. И можно посадить маленькое такое зеленое поле. Так, давайте, наверное, еще сделаем нескольких рабочих. Давайте. Вот. Еще один. Все. Десять. Все, десять рабочих будет. У нас останется немножечко на воинов. Так. Все. Молодец. Собрал. Что нам еще надо? Нам надо улучшить главное здание до второго. Так. Появились первые мифические существа. Либо циклоп, либо кентавр. Ну, чисто внешне смотреть, как бьется по красоте, это, конечно, циклоп. Он берет вражеского воина и бросает его об землю. Воин от этого погибает. Давайте, наверное, возьмем циклопа. Плюс у нас еще будет способность чума. Это проклинает выбранный участок земли. И вражеским воинам, и вражеским зданиям от этого становится плохо. В принципе, такая действенная штука. Если особенно на начальном уровне. Так. Рыбацкий кораблик. А два. Есть у нас еще один мифический. Такой. Не знаю, назвать его воином можно, нет? У него вообще атака есть. Атаки вроде у него нет. Он как разведчик. У него есть защита. И защита, короче. Все. Отправим его куда-нибудь вот сюда. Посмотрим. Может, туда чего-нибудь доплывет. Первый кораблик. На рыбалочку. Иди рыбачь. Чуть не пойму. Все. Рыбачить начал. Сейчас будет второй кораблик. Тоже на рыбалочку. И... Так. Второй уровень есть. Второго уровня пока нет. Давайте, наверное, на... Вот этих вот... Сколько их тут? Штучки четыре. На древесину. Нам нужна очень древесина. Я думаю, ко мне уже скоро придут. Придут проверять мою силу. Какие у нас воины тут. Ну, мы, наверное, пока попробуем, как... Ты что здесь стоишь? Иди работай. Не понял, что он встал. Все. Пошел работать. Попробуют нас на прочность. Поэтому нам нужно быстрее исследовать следующий уровень. Чуть я, наверное, с рабочими немножко переборщил. Ну, в принципе, сейчас все быстренько сделаем. Я думаю, уложимся. Этих, да, их, наверное, на молитву отправим, чтобы создать больше мифических существ. Пускай втроем молятся. У нас уже три молящихся. Я пробовал, короче, когда создавал битву против компьютера. Просто создавал таких человечков, наверное, штук сорок. И всех на молитву отправлял. Они обступали это здание по кругу. И давай молиться, молиться, молиться. Молитва просто взлетает до небес от этого. Короче, классно выглядит. Кто будет пробовать, посмотрите, как это прикольненько выглядит. Один разок стоит собрать всех рабочих, которые у вас будут. И отправлять на молитву. Но это только у Греции. У Египта надо ставить такие вот... Ох ты, уровень, как долго идет, а? Что мы еще можем построить? Амбар. Что-то тут еще что-то. Склад. Пристань построили. Храм и стену. Ну, стена нам не нужна. Храм мы уже построили. Что у нас не хватает. Давайте, наверное, на древесину двоих отправим. Рабочих просто туча, да? Можно будет чисто рабочими пойти воевать. Было бы интересно. Но рабочие не выдержат. Количеством они, конечно, будут много. Их количество много. Но что-то у них там урон 8. Но это не серьезно. Броня 25. И 34 защита от удара. Это не серьезно. Как раз на два раза копеищу какому-нибудь зарядить. Рабочему. Так, у нас появились первые лентяи. 93, 94, 95. Сейчас будем строить арсенал, скорее всего. Так, стрельбище. А, военную академию. Да, нам нужна военная академия. Ко мне первые посетители. И нам открыли, где находится база противника. Вот она. База построения похожа на Египет. У них только такие здания. Такие гладенькие со всех сторон. Первую атаку мы отразили. Появилась у нас тут молитва у нас сколько? Улучшаем циклопа. И циклоп стоит 22 молитвы и 250 еды. Давайте, наверное, сделаем одного циклопа. Так, есть у нас арсенал. Улучшаем. Не улучшаем, создаем копейщиков. Опять у нас не хватает еды. Так, вот сюда. И нам надо еще создать стрельбище. Делаем стрельбище, которое будет давать нам лучников. Короче, с едой у нас напряг. Ну, стоит, наверное, подкопить просто немножко. Не знаю, может мне кораблики. 25. 25 он за раз дает. Сейчас, наверное, создадим еще один кораблик. Вот у нас циклоп. Жизнь у него 600. Плюс... Что у нас тут? Сокрушающая атака 24. Так как у обычного лучника атака 7. А жизни всего 60. Он такой серьезный представитель. Не знаю, как насчет двоих-троих сможет ли он их завалить. Но... Серьезный оппонент в этой битве. Так, лентяи есть. Лентяев отправляем. Так, на-на-на-на-на-на-на-на. А давайте, наверное, сделаем им две фермочки. Такие маленькие поля есть. Они будут их возделывать и приносить нам дополнительную еду. Делаем еще несколько лучников. Тоже сюда. И... И вот отсюда, наверное, тоже придут нас атаковать. Скорее всего, какая-то часть будет спереди сначала нападать. А какая-то часть будет нападать снизу. Давайте сразу, наверное, здесь поставим несколько воинов. Чтобы предупредить и пресечь нападение на нас. Подкопим еще немножко. 55, 55. Ух ты, да мы можем лучников насоздавать неплохо. Да, да, да. И вот я угадал. Вот оно, первое нападение. Снизу, получается. Они бьют наших рабочих. Это наказывается. Надо его быстро завалить. И поставить также здесь воинов. Вроде рабочих мы не потеряли, насколько я понимаю. Или может кого-то завалили. Ну ладно, не суть важна. Всего один рабочий. Несерьезно. У нас как в муравейнике. Мы как государство не будем думать о наших людях. Одним больше, одним меньше. Какая фиг разница? Нападать, наверное, рано еще. Так, циклоп, циклоп, циклоп. 24, 250. Еды нету. Еды конкретно нету. Даже несмотря на то, что кораблики нету. Кораблики работают, еды нету. Так, 50, 40, 40. Так, вот. Не очень ярко светит. 55, 33. Так, 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 так. Еще 14 штук у нас должно выйти. О, это просто... Здесь опять одного толпой запинали. Нормально, мужики так и должны быть. На одного толпой. 14 штук. Это просто конкретная армия будет. Поэтому сейчас отправимся. Будем забирать трезубец у какого-то... Блин, если бы не спутать. Короче, он человек... Ну, не то, что человек с какой-то тип, полумутант, что ли, с головой быка. Не Космос его как-то зовут вот так вот. Интересно, у нас есть тут задание? Ага. Так. Пожалуйста, дерево, адрес... Короче, нет, нифига, это история, как я играю. Не то. Это у нас что такое? Это управление ресурсами. Это установить дипломатическое соотношение. Это посмотреть график соотношений. О, вообще красивая вещь. Не знаю, что это такое. Наверное, я сюда первый раз нажимаю. Но табличка красивая такая, серьезная. Настраивающаяся на серьезную игру. Но на самом деле, все это фигня. Это все исследуется постепенно. Ты этого даже не замечаешь. Так, тут воины есть. Построились. Красиво, как полагается в армии. Все построились. Или в армии, или на войне. А тут... Еще наштампуем. Ну все. Пошли, ребята, забирать трезубец. Сейчас быстренько его заберем. Не знаю, воинов нам хватит, не хватит. Попробуем убить зверюшку. Убили. Еще убить зверюшку. Убили. Еще... Что-то какая-то фигня, короче, на них появляется. Какая-то синяя. Что-то типа способности, что ли, дополнительной. Снизу у нас нападают. Гады, кораблик наш долбит. А кораблик обороняется. Кораблик непростой. Давайте, наверное, тогда вместе поставим и кораблик, и людишек. Чтобы они немного дополняли друг друга. Кораблик будет как оборонительная база. Или как вышка оборонительная, которая тоже умеет отстреливаться. Так, что у нас тут? Пару копейщиков. Да, наверное, кто-то из полубогов что-то нам добавляет. И мы становимся какие-то синеватые такие. Какая-то способность, что ли. Не знаю, насколько она влияет. Или это просто чисто графика. Посмотрим. Что-то, что-то появляется. Фиг его знает, что это такое. Будем долбить главную базу. Зверюшка какая-то чужая, тут египетская. Лучников у нас до хрена, поэтому сейчас быстренько все задолбим. Так, и используем способность проклять. Не то, что проклять, но пустить чуму. Вот она, чума. Что-то, мне кажется, особо она ни хрена не влияет только на главное здание. Красные как стояли, так и стоят. Они долбят нашего главного героя. Давайте его, наверное, отведем, чтобы он не сдох. Так, дружно напинали вот этого. Напинали, напинали, напинали. Это Анубит. Какой-то странный Анубит. Насколько я знаю, в египетской... Египетские боги, что ли. Анубис, это бог смерти. Он Анубис, а не Анубит. Так, и нам надо догонять вот это вот Типана. Это Камос. Камос. Что-то, короче, какая-то фигня получается. Воинов у нас конкретно не хватает. У Камоса находится трезубец Посейдона. Надо его напинать. Что это за фигня? Он трезубец бросил. Может, как-нибудь пенем пару раз Камоса, и нормально все будет? Ох, ни хрена себе. Вот это удар. Вот это жесткий удар. Так, давайте попробуем тут Камоса пинуть. Вот это да, просто Циклоп вообще ничего сделать не может. Все, хана, он слился. Он слился, Циклоп вообще ничего не смог сделать. Ну, хотя, да, Камос это герой, а Циклоп это просто мифическое существо. Получается, намного слабее, чем герой. Да, Циклоп, конечно, прикольный Типан. Я думал, что они будут на равных как-то долбить. Нифига он раскидывает конкретно. Должны задолбить, должны, должны. Все, я победил. Все, Эврика. Сейчас заберем по себе вот этот трезубец, трезубец Посейдона. Хотел сказать меч Посейдона. До следующей встречи, Аркан. Удача изменит тебе, и я приду насладиться этим зрядещем. Твоя голова будет прибита к моей мачте, Атлан. Спрыгнул. А, его там ждало какое-то существо. По меньшей мере, один из отпрысков Посейдона все еще благоволит нашим врагам. Погрузите трезубец на борт судна. Мы сейчас же отправим его в Атлантиду. Все, мы отжали трезубец и отправим его назад в Атлантиду. Ну что ж, ребят, всем большое спасибо, кто посмотрел. Еще особенный респект тем, кто посмотрит это видео, поставит пальчик вверх. Ну, а тем, кто подпишется, ну, моя благодарность не будет знать границ. Все, всем пока-пока. С вами был Ночный Житель. Удачи!